Впрочем, украинский Минфин даже на таком спорном фоне все-таки видит возможность получить транш от МВФ уже летом. Речь идет о двух миллиардах долларов. Расчет на то, что фонду хватит одного только закона об антикоррупционном суде, а вот газовую тему можно будет и отложить. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявления министра финансов Украины Александра Данилюка. В составе большой делегации украинских финансистов вместе с главой Нацбанка и другими чиновниками он побывал в американской столице. На этой неделе там состоялось весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. Что обсуждали в Вашингтоне и чего ждать Украине от западных кредиторов, знает Дмитрий Анопченко. Только два раза в году Международный валютный фонд переходит в режим максимальной открытости, когда оба здания штаб-квартиры фонда и это и соседние максимально доступны для журналистов, когда в кулуарах можно запросто пообщаться с участниками весенней встречи и финансистами, и экспертами, и министрами финансов из большинства стран мира, и даже самой Кристин Лагард. То есть это не просто переговоры, где каждая страна решает проблемные вопросы и, грубо говоря, просит денег, а большой авторитетный форум. Встречи украинской делегации с чиновниками МВФ и Мирового банка идут все эти дни. Воскресенье в финал. Большая встреча с замом Лагард Дэвидом Липтоном, который в фонде курирует Украину. О чем именно споры? Что сейчас камень преткновения в отношениях Украины и МВФ? Нам как раз рассказали сегодня и официально, под запись и неформально, в кулуарных разговорах. По словам чиновников фонда, главных условий продолжения кредитования три. Принятие закона об антикоррупционном суде в редакции, которая устроит Вашингтон, изменение газовых тарифов и финансовая стабильность, когда основные показатели экономики в согласованных рамках. Директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон сказал нам сегодня. В случае, если Киев будет тянуть с реформами, а значит и с получением транша, он не видит немедленных рисков для стабильности украинской экономики, но есть риск в другом. Вы потеряете возможности. Думаю, критически важно продвигаться с реформами, и это позор терять время в этом процессе, хотя, подчеркну, в стране нет прямых рисков для финансовой стабильности, связанных с этим. Да, сделать это, на наш взгляд, критически важная часть программы. Это для нас будет критически важным показателем для того, чтобы двигаться дальше. Каким будет увеличение, какие формулы использовать. Конечно, все это можно обсуждать, но нам нужно увидеть четкое обязательство. Новый транш должен пойти в резервы Нацбанка для укрепления национальной валюты. Тратить эти деньги не будут. Отсюда и разговоры. Мол, может, стране вообще пока без денег МВФ обойтись? Есть еще один аргумент для того, чтобы принять непопулярные решения и все же получить новый транш. В Мировом банке и других международных финансовых институциях только после разморозки программы с МВФ продолжат свои проекты по Украине. Так что выбор теперь за Киевом. В фонде говорят, мяч сейчас на стороне Украины. И в штаб-квартира МВФ Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.